В период пандемии более 300 волонтеров-медиков оказывают населению Карачао-Черкесии различного рода помощь. Одни работают автоволонтерами и развозят врачей к ковидным больным, другие трудятся в госпитале в качестве санитаров и медицинских сестер. Третьи в информационных центрах ежедневно принимают огромное количество звонков по вопросам вирусной инфекции. А в нынешнее довольно непростое для системы здравоохранения время важен посильный труд каждого человека. С некоторыми помощниками встретился наш корреспондент Артур Мхце. Сегодня у Шамиля первый день в качестве автоволонтера. В обычной жизни он занимается предпринимательской деятельностью. Но когда узнал, что в Карачао-Черкесии не хватает водителей, готовых развозить бригады врачей к ковидным больным, сразу вызвался помогать. В городской поликлинике таким добровольцам только рады. У кого есть автомобиль, есть какое-то там свободное время, вопрос стоит в том, что именно нехватка автомобилей, как бы врачи есть, вот у меня есть автомобиль, есть свободное время, я решил откликнуться. После того, как Шамиль отметился в службе приёма обращения от населения, ему выдают необходимое для выезда снаряжение. Каждый помощник на вес золота, а потому и отношение к таким людям должно быть соответствующее, бережное. Вы будете возить наших докторов на вызовах, ну я вас обеспечу спецодеждой, для этого вам нужно будет расписаться в ведомости, что вы получили комбинезон, респиратор, чепчик, бахилы, перчатки. Вы это всё оденете, я вам покажу где. Когда приедете, будете снимать, вот в красной зоне у нас, сюда зайдёте, есть у нас вот тут баки, я вам всё расскажу, покажу, где что. Новичку предстоит первый выезд по городу в качестве автоволонтёра. Пока он переодевается, удалось на несколько секунд отвлечь врача дежурной бригады от каждодневной 24 на 7 рутинной работы, когда за сутки приходится обслуживать по 40 адресов. Есть те, которые перестраховываются, температура поднялась, кашель. Они не хотят быть заразными, выходить на работу, они всё-таки социальные. Поэтому вызывают и те, кому плохо, и те, кто просто хочет перестраховаться. В Карачао-Черкесии в период пандемии врачам помогают более 300 волонтёров. Большинство из них студенты медицинских вуза или колледжа. Кто-то развозит бригады к ковидным больным, другие трудятся в госпиталях с санитарами и медицинскими сёстрами, третьи принимают звонки от населения на горячую линию. Мало ли какая помощь может понадобиться жителям республики. Добрый день, региональный штаб послушает. Чем я могу вам помочь? Назовите, пожалуйста, имя, фамилию. Где вы проживаете? Ваш номер телефона. Вам привезти нужно будет лекарство, в течение дня приедет к вам волонтёр. Мы должны помогать пожилым людям, ведь у них нет возможности у некоторых выходить из дома, себя обслужить, поэтому мы им помогаем. Или также есть люди, которые болеют, и у них подвергаются риску, выходя из дома. Мы волонтёры медицинского учреждения. Мы занимаемся тем, что покупаем продукты пожилым людям. Опять же, мы можем коммуналку заплатить им, опять же, лекарства всякие привезти, так как пожилые люди боятся выходить из домов. Нынешняя непростая из-за коронавируса обстановка в республике для этих молодых людей своего рода проверка. Проверка их теоретических знаний и практических навыков, их человечности, да и подобного рода опыт в будущем им наверняка пригодится, чтобы лучше разбираться в любых, даже самых сложных жизненных ситуациях. Артур Мхц, Мухаммед Ошибоков, Вести, Карачаев, Черкесия.